А служил ты где? Ну, где в те годы офицеру заработать можно было? Пытался. По горячим точкам. Мать что, не рассказывала? Ничего она не рассказывала. Я от тебя за эту ночь узнала больше, чем от нее за всю жизнь. Ну, потом вышел на гражданку. Бывший сослуживец сманил в пусконаладку. Стал ездить по командировкам. Ну, попивать, соответственно. У матери уже тот другой человек был. Мне мужики рассказывали. Глупости. Не было у нее никого. Тебя она всю жизнь ждала и любила. Что теперь душ убередить? Было, не было. Прошлого не вернуть. Валя... Мама все там же живет? На Павловской. Да, все там же. А семья у тебя есть? Была. Умерла жена два года назад. Вдовство. А дети? Дети есть. Сын и дочь. Получается, у меня есть брат и сестра. Ой, пап, прости, пожалуйста. Мне на работу надо. А, да, все. Ухожу, ухожу. В смысле? Подожди. Куда уходишь? Подожди, подожди. Ты чего? Ты оставайся у меня. Вон, телевизор посмотри. Чувствуй себя как дома. Что? Да, ничего. Просто смотрю на тебя и глазам не верю. А я думаю, ты меня на порог не пустишь. Выпусти. А ты чего грустнее? Ты это... Думаю, примет для меня Валя. И она по-прежнему любит Розу. По-прежнему. Розу. Далеко, но не дальше неба Мы с тобой сочиняем утро Городом дарим краски яркие, жаркие Джульетта, ты как день. Саша снова опаздывает, да? Нет, ребята, это невозможно работать. Артур, а можно я побуду Джульеттой сегодня? Я же все слова знаю. Давай. Ромео, как мне жаль, что ты Ромео. А три отца до имя измени. Ты кричишь. Не надо так орать. Ты любишь ли меня? Я знаю. Верю, что скажешь да. Но ты не торопись. Ведь ты обманешь. Ой, не клянись, луною в месяц раз меняющийся. Это путь к изменам. Так чем мне клясться? Не клянись ничем. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Ромео. Я ухожу. И всем спасибо. Лиза, ты очень хорошая, Джульетта. Тонкая, звонкая. На руках носить удобно. Артур Олегович, вы прекрасно справитесь и без меня. В смысле? Я вообще не понял, что ты задымаешь? Я же говорила, она нас всех подставит. Ну, уходи. Но учти, назад будешь проситься, я не возьму. Ты не можешь уйти. Артур Олегович, я сейчас откуда? Извините. Сашка! Саша. Ну, слушай, ну что случилось, а? Тебя кто-то обидел. Это Артур, да? Ты не переживай, он позлиться и забудет. Правда, Саша, возвращайся. Владик, все хорошо, правда. Просто я поняла, что это не мое. Подожди, Саша. Как же Ромео, Джульетта? Ну, это же мы с тобой, Саша. Владик, у них все плохо кончилось. Я так не хочу. Ну, ладно, черт возьми, ну где тебя носит? Ну, вообще будем работать или нет? Или тебя вслед за ней отправят? Извините, Артур Олегович. Мам, мам, слышно меня? Ты как? Привет, мои хорошие. Отлично вижу и слышу. Меня взяли сиделкой к вот этой вот замечательной Джезетте. Знакомьтесь. Ну, она ничего не понимает по-русски. Вообще она глухая. Ну, я ее просто обожаю. Мама, ты скоро приедешь? Подожди ты. Она же только в новую семью устроилась. Инусик, слышишь, твоя дочка очень выросла за это время. Да уж вижу, мам. Монитор не помещается. Чем ты ее там кормишь? Коя твоя меопия? Бонжорно, бонжорно. Бонжорно. Это у нее возрастное. Я хочу сказать, она совсем взрослой стала. Ой, мам, ты ее просто раскормила. Саш, тебе вообще не стыдно? Как ты свою Джульетту играть будешь? А нет уже Джульетты. Бросила она студию. Инусик, я хочу с тобой серьезно поговорить про Сашку. Она куда-то ходит, где-то пропадает. Ходит все время со своим этим телефоном, шушукается. Мам, ну как ты не понимаешь? Сашка просто влюбилась. Да, Сашуль? Я по глазам вижу. Мам, прекрати. Любовь – это высокое прекрасное чувство. И не надо его опошлять. О, начинается. Ты сама когда последний раз на свидание бегала? Я уже не в том возрасте. Девочки, запомните. Любви все возрасты покорны. И это прекрасно. Мам, мам, слышишь меня? Черт, свет вырубили и роутер тоже. В самый неподходящий момент. Ну вот гады. Это мастера из Жека, скорее всего, напортачили. Они там с утра ковырялись. В щитке на лестнице. Господи, ну кого это еще принесло? Сашка, да сколько раз я просил не ставить. Какой теплый прием, однако. Отпустите меня. По-моему, вы сами на меня бросились. Хотя, знаете, я не против. Я люблю, когда женщины проявляют инициативу. Да что вы себе позволяете? Тихо, тихо, я электрик. Где у вас счеток распределитель? Там, проходите. Ну и где? Под картиной. Я позволяю себе то, что положено по инструкции, дамочка. Я вам не дамочка. Извините, обознался. О, да будет свет. А что, в комнатах не горит? А вы что, не видите? Ну чего вы кипишуете? Трубки у вас пролетели. Потому как фуфло китайское. Купите хорошее. Я? Мне кажется, этим вы должны заниматься. Вот и я уж точно не должен. Мужа попросите. Бывают такие ситуации, когда мужа нет. И не было никогда. Сочувствую девочке. То есть как? Я буду жаловаться в ЖЭК. Вы оставили меня без света. А вот это сколько угодно. Честь имею. Нет, ну... Ну какой хам! Через пятнадцать минут будет готова. Угу. Ага. Ты только не нервничай, хорошо? Угу. И сразу не выходи. Угу. Я ее вначале подготовлю. Мама! Привет! Чем у нас так что-то пахнет? Ваш подъезде слышно? Стой! Постой здесь. Ну почему? Постой здесь, мама сказала. Мама! Я не одна. О, я вижу. Ну не одна, так не одна. Я вас сейчас познакомлю. Ну познакомь, познакомь. Это рано или поздно должно было произойти. И я это чувствовала. Потому что мать, она всегда все чувствует. Только дай слово, что не будешь волноваться, хорошо? А че я буду волноваться? Там что, призрак что ли? Почти. Здравствуй, Валя. Мам, мам, ты обещала. Мам. Господи, вы же мой. Валя. А курюшка ты моя. Где ж тебя, черт, это столько времени наносил? Мам. Кто это? Это твой дедушка, сынок. Мам. Итак, в эфире шоу «Толстые и смешные». Антон, дай телефон. Зачем? У тебя камера лучше. В эфире рубрика «Звезды 9-го В». Александра Старостина, известная как самая толстая Джульетта в мире. Ты что, прекрати снимать, ясно? Это не смешно. А вот и Ромео. Да пошел ты, не мешай. Оставь ее в покое. Ясно? Сашка! Ты мне телефон разбил! Сашка, стой! Саша! Да зачем ты лезешь? Зачем ты все время ходишь за мной? Я что, просила? Ешкин кот. Вроде и пенсию неплохую получаю, и работаю, но такая сумма, это ж никуда не налазит. Ну как, кусок пластика с экрана может столько стоить, а? Да, Владик, натворил-то делов. Но я же сказал, я отработаю и все верну. Отработает он. Самый умный. А нельзя было не разбивать. Вот почему ты постоянно куда-то лезешь? Ну почему ты вечно попадаешь в какие-то истории? Михаил Иванович, успокойтесь. Владик, выйди, пожалуйста. Мне нужно с дедушкой с глазу на глаз поговорить. Михаил Иванович, я знаю, вы один у Владика. Где-то одиночка, уж как увесть. Да, на самом деле низкий вам поклон. Владик хороший парень, и вы хорошо его воспитываете. Знаете, как он стал дружить с Сашей Старостиной из Б-класса, парня как подменили. Начались какие-то крыши, подвалы, съемки какого-то экстремального видео. Вы понимаете, это до добра не доведет. Вы держите Владика по возможности от нее подальше. Так, может, с ее родителями можно поговорить для начала? Чего же это они ее пускают на крыши, в подвалы? Да без толку. Сашка растет одна, без отца. Мать вечного заработка их. Ее воспитывает бабушка. Хотя иной раз мне кажется, что это Саша больше воспитывает бабушку. Кстати, я их тоже вызвал. Сашка, привет. Привет. Ты держись там. Директор пока что в хорошем настроении, его в нашем классе ждет. Так она, стало быть, и есть Саша Старостина, да? Надо же. Опять тупой. А я вот, знаете, почему-то не удивляюсь. Яблочко, как говорится, от яблок. Дед, ну пожалуйста, давай не секунду. Бабушка, я прошу тебя, идем. А что вы на меня смотрите, как на преступницу? Вы сначала с внуком своим разберитесь, а потом других обвиняйте. Хам. Алексикон ваш впечатляет. Вы учитель, если не ошибаюсь. Физкультура. Тоже мне. Интеллектуал с отверткой нашелся. Даже свет починить не может. Бабушка, идем, опаздывает. Значит так. Деньги я найду, ущерб возмещу. Но ты, чтобы к этой Сашке на пушечный выстрел не приближался. Это приказ. Понял? Понял. Помню, это фотография. А вот мама моя покойная, помнишь? Нила Петровна, конечно. Вот Василий Николаевич с Ладой. Лада. Коська маленький. А это Лада со своим мужем. Ну, теперь уже бывшим. А что разошлись-то? Да. Наркоманил он. Она уж его лечила, 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 лечила. А он все равно. Потом нашел себе молоденькую, Ладу бросил. Мы с тобой разошлись. Я одна прожила. Лада без отца росла. Теперь история повторяется. Теперь Коська без родного отца растет. Миша. Ну, ну не плачь. Миша, ну... Чего уж теперь плакать-то, а? Валь. Мы с тобой 15 лет вместе прожили. 25 лет не виделись. Вроде ее родным, но Женя назовешь. Миша. Миша. Саша, пожалуйста, останься. Ну, не надо тебе туда ехать. Ну, давай-ка я сама буду решить, хорошо? Тебе что-то обещала? Нет. Ты мой хороший друг, и у нас с тобой только дружба. Не порть ее. Саша, ну я тебя как друга прошу. Ну, вернись в студию, не едь туда. А я тебе подружески отвечаю, что не хочу быть Жульеттой, а хочу заниматься тем, что мне нравится. Это лучшее, что случилось со мной в жизни. И он там... Слушай, да никакой он не великий психолог, Саша. Он аферист, который разводит таких маленьких дурочек, как ты, Саша. Ну, пойми, пожалуйста, ему нужны только деньги и девочки. Изюмов успешный и умный. На десять голов выше тех, кто ему завидует. Саша, отойди, я поеду с тобой. Отстань от меня. Пусти, я поеду с тобой, отойди. Вали, говорю. Парень, что случилось? Еще к девушке пристаем. Еще не случилось. До Воскресинска доедем? Извини, не по пути. Ну, откройте! Я же сказал, кто в списке, тот проходит. Хватит стучать, иди домой. Нет, стойте, так не пойдет. Послушайте. Я готов дать тебе еще один шанс. Последний. Надеюсь, ты используешь его с ума. Вот, слышали? Что еще надо? Мне нужно пройти. Тут старости наявилось. Вроде как вы ей пройти разрешили. Понял. Заходи. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Быстрее. Вдох. Выдох. Задержали дыхание. Не дышим. Мысленно повторяем за мной. Я даю себе разрешение прожить свою жизнь. Я даю себе разрешение не ждать ничьих советов, а поступать так, как надо. Я даю себе разрешение на несогласие с родителями, если их мнение противоречит моему. Я сам управляю своей жизнью. Я освобождаюсь от условностей, навязанных обществом, и это путь к свободе. Выдыхаем. Выдыхаем. А сейчас, ребята, занятие продолжит Арина. Опытный психолог, лайф-коуч. Моя правая рука. Все, кто собрались в этом зале, уже победители. Поздравляю. Вы прошли жесткий отбор. Но не обольщайтесь. Для начала вам нужно победить самих себя. Я вижу, у тебя дела хорошо идут. Новая группа, новые курсы. А ты думала, как-то иначе будет? Ты исчезнешь, и у меня все рухнет? Нет, но я думала, ты хотя бы позвонишь мне. Я сам ждал, пока ты разберешься со своими проблемами, и придешь. Видишь, не ошибся. Я правда рад тебя видеть. Но ты как-то изменилась. Пока не могу понять, в какую сторону. Зато ты такой же. Какой? Уверенный в себе. Сильный. Мужественный. Ироничный. Мне все по тебе нравится, честно. Я бы хотела быть с тобой рядом всегда. И что ты для этого сделала? Исчезла на полгода. Обиделась. Да, кстати, как прошла операция? Все в порядке, без осложнений. Я переживал, доктор так мне не перезвонил. Не было никакой операции. Я не делала аборта. Я все еще беременна. Вот, смотри. О, боги. Там твой ребенок. Кто? Я не знаю, но мне кажется, мальчик. Да нет. Кто еще знает? Кому ты рассказала? Никому. Правило номер один. Информация из группы остается в группе. Прекрасно. Правда? Я не смогла его убить. Он даже часть тебя. Он будет таким же сильным и умным, как ты. Да, девочка, решение в твоем духе. Знаешь, я тебя недооценил. Не рассмотрел сразу. Помнишь, ты говорил, что мечтаешь вырастить себе идеальную ученицу и жену. Это же я. Я буду тебя во всем слушаться. Будем вместе воспитывать нашего ребенка. Очень жаль. Но ты пока что меня не слышишь. Пойми, я очень сильно беспокоюсь о твоем здоровье. И о ребенке. Я буду звонить тебе и писать в личку. Поиграем с тобой в одну игру. Готова? Я на все готова. Хочу быть с тобой. Я всегда с тобой. И днем, и ночью. Жди. Сашка. Сашка. Саш. Э, стоять ты куда? Наконец-то. Вот и поговорим сейчас. Да куда прешь? Стой, стой. Отпусти ее. Чего ты хотел? Оставьте ее в покое. Вы ее жизнь сломали. Ни одного человека я не держу возле себя на силу. Но я не люблю, когда лезут не в свои дела. Я вас прошу, отпустите Сашку. А я тебя прошу, сопляк. Раз и навсегда забыть этот дом. Выбрось его со двора. А-а-а! Ну что, поздравляю тебя, папаша. Как ты теперь выкрутишься? А зачем мне выкручиваться? Да и что я сделал? Человека был выбор, я-то тут при чем? Прошу тебя, ставь эти дешевые речи для своих малолеток. Он тут при чем. Головой нужно было думать. Хоть изредка. Второй раз подряд за этот год у тебя совести нет вообще. Я не понял. Ты что, ревнуешь? Да мне плевать, с кем ты спишь. Нашему браку пришел конец три года назад. И ты знаешь почему. Но я переживаю за наш бизнес. Эта малолетка сделает ДНК-тест и будет шантажировать тебя этим ребенком всю жизнь. Ей 15 лет, или ты забыл? Это скандал. Тебе и по делам. Но я вложила много сил и времени в раскрутку нашего центра. Там часть меня. Не надо так нервничать. Никого она не будет шантажировать. Я все улажу. Она глупая, влюбленная дурочка. Сделает все, что я ей скажу. Ну, скажи. Эти хулиганы, они кто? Крутые? Ну, так на всех управа найдется. Там не хулиганы. Там гораздо хуже. Так, хорошо. Рассказывай все только с самого начала. Погоди, это Сашка твоя. Она и тут замешана, да? Да. Началось все с того, что Сашка боялась выйти на сцену. Она нервничала. И тут вдруг кто-то принес листовки. Мол, центр лидерства проводит психологические тренинги. Ну, мы пошли туда. Год назад это было. Правда, потом я бросил эти тренинги, а Сашка бросила наш театр. И... После этого между нами какая-то пропасть. Я это чувствую. Валик. Ну, какое у тебя дело до этой Сашки? Ну, а если она тебя не любит? Ну, что тогда? Понимаешь, деда, не быть любимым – это всего лишь неудача. Не любить? Вот несчастье. Сам придумал. А это из пьесы, которую мы репетировали. Нравится? Очень. Привет, Крошкина. Привет. Что такому важному следыку понадобилось от такого скромного детектива, как я? Мороженое, пирожное. Вады. Говори. Вчера был арестован небезызвестный тебе Рудольф Байбаков. Что на этот раз? Кража. Совершенная группой лиц по сговору в особо крупных. Фигурантом от десятки и выше. Причем здесь я? Снятая с похищенных машин или незаконно перевезенная через границу запчасти поставлялись в автомастерские двоюродного брата Игоря Деркача под заказ. Я что-то не пойму, к чему ты клонишь? У меня есть данные, что между вами отношения не только как между покупателем и продавцом автомобиля. Это по каким-то твоим данным, Вадик? По агентурным, Кошкин. По агентурным. Я думал, ты мне поможешь. Расскажешь о бизнесе этого братишки Деркача. Поищу себе информатора в другом месте. А что же вы сегодня не подаете ко мне в объятия? А сегодня в Жеке вроде выходной. Нет? У меня субботник. Неожиданно. Я вам автоматы купил, молодые. Хорошие. Прослужат долго. Спасибо. Огромное. А Сашка ваша где? А? Снова где-то ходит. Ох, как трудно с этими детьми. Сидит все время в своем телефоне. Совершенно не понимаешь, ну вот что она там делает, с кем переписывается. А про Изюмова она вам рассказывала? Какого Изюмова? Да есть такой. Мошенник и эфирист. Что-то вроде психотерапевта и гипнотизера. Так вот, ваша Сашка повадилась к нему ходить. А мой Владик пытается ее из этого мракобесия вытянуть. Боже. Боже, какой ужас. Теперь я понимаю. Я понимаю, почему она такая стала. Изюма. А что он там с ней делает? Что он ей внушает? Что он ей внушает, я не знаю, но могу предположить, что у вашей внучки проблемы. Она же все от меня скрывает. Как же со всем этим разобраться? Боюсь, Вероника Валентина, что мы тут с вами не справимся. Но! Я найду людей, которые нам помогут. Принимайте работу. Что случилось, Ладушка? Знакомый следователь рассказал, что арестован Байбаков. Ему инкриминируют с кражей в особо крупных размерах. И фирма твоего родственника фигурирует... Мы, кажется, договаривались, что ты не будешь вмешиваться в мои дела. Скажи, часть его бизнеса принадлежит лично тебе? Иными словами, стоит ли со мной связываться, вдруг я бандит? А я все ждал, когда ты начнешь копать под меня. Не обижай меня, я просто хочу помочь, пока не поздно. Не надо мне помогать. Если у вас есть основания, привлекайте меня к суду. У кого? У нас. Я всего лишь частный детектив и веду семейные дела. А кто тебе заплатил за меня? Правильно. Все правильно. Нельзя руководствоваться только чувствами. Во всем должен быть расчет. Ты спрашивала меня, что дальше? А что может быть дальше, Ладушка? Твой сын не хочет меня видеть, потому что любит отца и правильно делает. Зачем ты мне, чтобы я жил и чувствовал, что разрушил семью, оставил ребенка без отца или матери? Зачем я тебе, чтобы ты лишилась работы и на тебе осталось несмываемое пятно любовницы человека, связанного с бандитами? Прости меня, если можешь. и спасибо тебе за все. Это ваш сын? внук Влад. А это вот Сашка, его девушка. Я ее бабушка. Вот отсюда начались все наши неприятности. Звучит, конечно, красиво. Школа лидерства. Я, к слову сказать, очень недешевая. А на деле муть какая-то. Так, сейчас, секунду. Да. The Science of Freedom. Чувство свободы. Лидерский центр учит подростков преодолевать свои проблемы. Руководитель центра, доктор психологических наук, Изюмов Илья Денисович. Вы точно ничего не преподали? Мы не стали бы беспокоить вас по пустякам. Этот Изюмов на своих тренингах он калечит наших детей. Мою внучку словно подменили. Давайте подробнее. Ну вот видите, Лада Кушкина нам не отказала. Уже хорошо. Я уверен, она нам поможет. Будем надеяться. Спасибо вам. Ну, не за что. Ну, правда. Я очень благодарна и хочу предложить вот что. Ухудей с нами. Вы на что-то намекаете? Это сертификат на пять бесплатных занятий в группе здоровья. Я там работаю. Ух ты. Приходите. Тренажерный зал или на сайклинг. Очень модно сейчас. Спасибо, конечно. Но я, знаете, не по этим делам. Тут на работе так напрыгаешься, что уже не до фитнеса. Ну, спасибо. Саша, открой это ко мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Михаила Ивановича. Да-да, проходите. Да, он мне звонил и сказал, что вы хотите записаться ко мне в группу здоровья. Да, сколиоз. Совсем замучил. Ну, да. Я вижу. Да. Поднимите руки. Да, сейчас. Потянитесь вверх. Саша, Саша, а сходи-ка на кухню. Сообрази нам чайку. Пожалуйста. Много стреляет. Да, совсем. Ходить больно, сидеть больно. Не расстраивайтесь. Мы все исправим. С помощью этой программы мы сможем отслеживать, с кем она общается, какие ей присылают вложения и даже перехватывать разговоры. Она очень хорошо, что она не расстается с этим своим телефоном. Будь он проклят. Вот, сейчас я вам... А, смотрите. Здесь проходит мышца и она у вас... Можно меня не трогать? Твоей бабушке цены нет, ты должна у нее учиться. Никому ничего я не должна. Добрый день, вы Лада? Да. Лада Кошкина, частный детектив. Марина, журналист. Я прочитала в интернете ваши материалы о гибели Маши Сергеичук. Меня интересуют все подробности. Вы не могли бы мне помочь и рассказать детали? Все это произошло прямо на моих глазах. Вот, смотрите. Вон окна квартиры, в которой Маша жила. Пятый этаж. Так вроде смотришь невысоко. Спасти не смогли. Вы часто с ней общались? Бывала, забегала ко мне по-соседски во время очередных скандалов с родителями. Потом случилось кое-что, что изменило ее судьбу. Что же такое случилось? Представляете, она каким-то образом собрала деньги и записалась на тренинг в центр лидерства Изюмова. Рассказывала, что проходят там какие-то серьезные испытания. А потом девочку как будто подменили. Однажды она ко мне пришла, вся в слезах и призналась, что влюбилась в своего тренера и ждет от него ребенка. Это Изюмова? Да. Он сначала ее приблизил к себе, а когда узнал о беременности, перестал замечать. Маша все равно решила оставить ребенка. Она этого малыша очень ждала. Но закончилась для нее эта трагедией. Вы считаете, ее довели до самого места? Да. Почему? Почему Маша решила прыгнуть с балкона, остается загадкой. Но за ней следили и явно вели к этому. Там рядом стояла машина. Кто в ней был, не знаю. Я увидела Машу, лежащую на земле, и первым к ней подбежал мужчина из этой машины. Но не помочь, нет. Он забрал телефон из ее пальцев и уехал с ним. Маша часто слушала послания, которые ей записывал Изюмов. Даже в разбитом при падении телефоне что-то из его посланий могло сохраниться. Но эта улика сразу исчезла. Была ли какая-то реакция на ваш материал? Реакция негативная. Я тогда работала в местной газете. Редактор сказал, что пока нет прямых доказательств вины Изюмова, эту историю трогать нельзя. Я увалилась из газеты и материал отдала на сайт криминальной хроники. Вот и все. Марин, если я соберу новое доказательство, вы поможете придать это огласке? Ну, конечно. Год прошел, а мне эта история покоя не дает. Каждый раз, когда вижу это место, вспоминаю Машу. Сколько всего она не успела в жизни. А ну, глянь. Годится? Вполне. Ну, хорошо. Не буду вынышить. Влад, расскажи все, как есть. Понял? Расскажи про ваши отношения с Сашей Старостиной. У нас любовь. Прям настоящая? Была или сейчас есть? И сейчас есть. Мы встречались, все было хорошо. Пока не появился этот Изюмов. Весь такой успешный, спортивный. Ну, конечно, она потеряла голову. Но я-то знаю, что он ей просто пользуется. И она опомнится рано или поздно. А я буду рядом. Ты оказывается романтик. Я просто люблю ее и желаю ей только добра. Тогда послушай. Ты действительно можешь ей помочь. Будь рядом. Просто будь рядом с ней. Здрасте. Михал Иванович, проходите скорее. Жарковато, что-то тут у вас. Не перегреться бы. Не волнуйтесь. Крепкому организму не страшны, ни зной, ни стужа. Ну, да. Миша. Итак. Делаем круговые движения корпусом по часовой стрелке. Раз. Против часовой стрелки. Два. Приготовились. Начали. По часовой стрелке. Раз. Против часовой стрелки. Два. Амплитуда шире. По часовой. Что такое? Что такое? Поясница? Она холера. Тихо. Вот здесь еще спазм снимем и будет легче. Терпите. Это терплю, терплю. Руки у вас какие сильные. В целом, вы не в плохой форме. Спортом занимались? Так точно. Офицер все-таки. Ну, бывший, конечно. Всякое бывало. Так у вас пенсия хорошая. Или на ваши запросы не хватает? Вы же еще электриком работаете. Электриком я для души. Ну, не могу дома сидеть. Помру сразу. У меня тоже самое. А ваша жена, дети, где они? С дачи возвращались на машине. Сын за рулем был. Жена неестка. Все погибли. Вадик тогда каким-то чудом со мной дома остался. Ну, так и живем. Уже 10 лет как. Так мы с вами, товарищи, по несчастью. Я же тоже столько лет Сашку одна поднимаю. Мать ее, дай бог здоровья. Все по заработкам мотается. Месяцами не видимся. Только знаете, и не по несчастью мы с вами, товарищи, я так считаю, а счастливые люди. Но ведь есть о ком заботиться. Прекрати, слезай, это опасно. Почему? Тут высоко, ты даже плавать не умеешь, Саша. Не нуди. На, поснимай лучше, раз уж ты тут. Жизнь — это момент. Его нужно прожить так, чтобы не жалеть. По полной. Без оглядки. Нужно переступать через своих страх. Жить так, как хочешь ты. Держись крепче за перила, я тебя умоляю. Ты мне съемку портишь. Молчи просто. Ты придется вырезать это все. Блин, Саш, ну все равно уже испортили, Давай в другом месте снимем. Почему именно здесь, а? Изюмов записал меня на новый тренинг. Теперь он мой личный куратор. Я должна буду выполнить все, что он мне скажет. Сейчас я учусь преодолевать свой страх высоты. Ты храбрая девочка только на словах. А кто ты на деле? Покажи мне, какая ты бесстрашная. Докажи мне, что не боишься высоты. И сделай это красиво. Можешься на свете. Ты на себе не берешься! Ты на себе не берешься! Ты на себе не берешься! Продолжение следует...